Раньше автомобилисты, следовавшие по трассе на Москву или обратно, недалеко от села Высокое, могли наблюдать хаотичный рынок. Здесь продавались как изделия народного промысла, так и товары заводского производства. Различные резные фигурки, керамические кувшины и тарелки, самовары или теплую одежду можно купить и сейчас. Продавцы около месяца назад переехали в недавно построенные крытые павильоны. И называется теперь этот рынок «Город мастеров». Торговый комплекс возведен силами инвестора. Однако, по мнению зампредседателя регионального правительства Шуката Ахметова, это хороший пример так называемого частного государственного партнерства. Ведь когда изначально наши продавцы керамики продавали вдоль дорог, было принято решение, были судебные решения о силовом сносе всего этого рынка. Но мы понимали, что все-таки продаются здесь в основном изделия из Копинской керамики. Это рабочие места здесь. Свыше 100 человек были заняты и заняты сейчас на процессе торговли. Люди зарабатывают, люди кормят членов своих семей, поэтому все-таки мы выбрали тот вариант, который сейчас осуществляем. Ну и второе, естественно, мы думаем, что наши торговцы будут добросовестными налогоплательщиками. Предполагается, что этот рынок станет местом, где народные умельцы смогут продавать свой товар. Кроме того, павильоны рынка уже стали и культурным местом. Здесь начал действовать музей керамики и фарфора. Я думаю, это будет как раз продолжением музейного маршрута. Люди будут ехать из Константинова, там будут наслаждаться поэтичностью наших мест прекрасных. И сюда, проезжая сюда, это как бы продолжение, на той же волне вдохновения они будут смотреть все эти комплексы наши. Безусловно, создание такого места, где рязанские мастера могут реализовать свой товар – это необходимые условия для сохранения традиционных народных промыслов. Впрочем, пока у продавцов таких изделий остаются сомнения насчет успешности проекта. Прежде всего, надо решить проблемы с подъездными путями, потому что сейчас поток посетителей заметно уменьшился. Подтверждает это и зампредседателя областного правительства Шукат Ахметов. Он сообщил о дальнейшем развитии города мастеров. Здесь, возможно, вскоре появится несколько объектов инфраструктуры для привлечения покупателей. Это автозаправочная станция и ресторан.